это прикольно и я думаю пора начинать тема сегодняшнего разговора у нас выбор нарезного карабина пока у нас разговор не начался я хочу сделать сразу же аннотацию пока более опытные корифеи охоты не углубились в процесс этого ролика я вам хочу сразу же сделать здесь аннотацию во первых этот ролик посвящается тем людям которые стоят перед выбором карабина первого который человек который выбирает себе первый нарезной карабин второе я не претендую на истину здесь я высказываю чисто свое мнение это мое личное суждение я тут не даю ни советов ни рекомендаций даже если вы услышали слово советую рекомендую я не призываю к действию думайте сами решайте сами иметь или не иметь ну чё поехали начну с самого главного просто обязан озвучить если вы пришли к выбору первого нарезного карабина надеюсь вы четко понимаете как летают пули что пуля в разы мощнее и и полет во много раз настильнее пуля дура прежде чем нажимать на спусковой крючок вы должны четко понимать куда и в каком направлении вы отправите эту туру выстрел снарезного оружия в десятки раз ответственнее так что думайте холодной головой я думаю за пять лет охоты вы уже приобрели навык хладнокровного выстрела никаких эмоций никакой суеты все четко и взвешено начнем саму суть очень много сыпется вопросов на тему какой карабин взять подскажите посоветуйте почему ты выбрал именно болт подскажи какой бы ты выбрал был автомат какой болтовик из недорогих посоветуешь почему ты взял рем они тика подскажи подойдет ли сайга для охоты в лесу какой карабин из наших ты бы предпочел и так далее эти вопросы сыпятся и сыпется каждый позже давайте по порядку и самого начала прошло долгожданных пять лет вы огненно желаете нарезной ствол как сейчас модно говорить но правильно сказать нарезной карабин что же такое нарезной карабин это легкая винтовка оснащенная укороченным стволом иногда так называют некоторые твоткоствольные ружья слово карабин появилась благодаря французскому термину карабинер это изделие изобрел оружейный мастер гаспар цольнир это может быть и специальные огнестрельные ружья и модели винтовок которыми вооружают пехотинцев они отличаются меньшей массой и длиной по назначению данное оружие может быть боевым охотничек служебным то есть полицейским и тактически давайте выделим системы модификации как хотите называйте самые ходовые системы полуавтоматические на втором месте системы болтового типа далее идут переломки так называемые штуцера одноствольные двуствольные комбинированные и реже много зарядные вот три основные системы у всех у них есть плюсы есть минусы площадь применения у них разная но тут все не так критично все можно адаптировать с чего нужно начать выбор карабина с области применения должно быть четкое понимание для чего тебе нарезной карабин выбор нужно сделать так чтобы результат выбора был максимально востребован а не доставался раз десять лет из сейфа следующий выбор системы это одно из самых сложных в нашей теме каждый боится ошибиться и поверьте мне ошибаются все и я в том числе ошибся в первом своем выборе я как малолетний пацанчик влюбился и на эмоциях купил даже в ижевск за ней поехал те кто серьезно и хладнокровно относится к этой теме возможно не ошибутся тут любовь отметаем ежели она не совпадает с нашими задачами выбрав систему стоит хорошенько подумать о бюджете на покупку первого нарезного карабина да кстати хочу сказать с калибром мы уже определились можно вот здесь посмотреть какой по моему мнению подобрать калибр первому нарезному карабину да и не только первому короче посмотрите как говорит граф бам-бам-бам переходим и там определили калибр определили систему и определили бюджет все давайте теперь маленько углубимся чтобы было проще сделать выбор какие области применения бывают это загонная охота охота с лайкой с подхода сюда можно берлогу отнести если конечно вы решили брать крупный калибр охота в лесу одним словом где выстил не превышает 100 метров и высокая кучность не требуется в этой области больше всего подойдет полуавтомат с коротким стволом если взять тот же тигр полноценно с ним уже неудобно в лесу и вообще по поводу тигра не забывайте откуда пришла эта винтовка в мир охота и для каких целей он создавался хотел сказать его дедушка да нет там бабушка так что тут придется попривыкать и возможно кому то это будет не под силу но есть модель с коротким стволом с ней в лесу будет полгруппы другое дело коротенький виприок коротенькая саюшка в лесу мило дело дальше можно применить скс но у него уже будет ограничение по из-за калибра то есть лось медведь это мы сразу же отметаем саюги и випри бывают в крупных калибрах и в 308 бывают и в 54 поэтому они хорошо подойдут в лесу если говорить о импортных моделях так что цена средня я вижу два образца браунинг бар пенели арго рементон 750 и хлам это мое мнение в общем по полуавтоматам я думаю понятно болтовая винтовка однозначно здесь уступит хоть и считается по применению классикой на охоте но безусловно она и тут тоже применима тут такого прям жесткого нет нет как то так далее открытые участки поля луга овражки пролезки то есть стрельба подальше чем 100 метров область применения охота на самца косу из подхода охота с вышки на копытных охота на медведя на потравок охота в горах охота по пушнине охота на боровую дичь охота на сурка в общем менее динамичные охоты но не более интересные где у тебя есть время хорошенько прицелиться перезарядиться то есть как говорится вдумчивый точный выстрел с болтовой винтовки вот тут то и кроется ответ на вопрос который чаще всего мне задают почему ты купил рем 700 да потому что именно эти охоты я могу себе позволить и могу себе чаще всего на них бывать но это не значит что другие охоты мне неинтересны поэтому и забивают сейфы оружием наши охотники это и будет ответ на вопрос вашим женам зачем тебе столько оружий можешь показать ей это видео и все вопросы сразу же отпадут дальше что есть в магазинах для этих охот бюджет сильно скупой СКС Мосинка СВТ Тигр но Тигр уже не дешевый это я сейчас говорю как бы область применения поэтому Тигр в принципе сюда тоже попадает из наших чисто болтовых винтовок на слуху две лось и барс но я бы не я не слышал такого чтобы их прям супер нахваливали и люди были от них восторг поэтому мы не будем заострять на на них свое внимание как бы ну отпустим и слава богу хочется как купить и пользоваться не пилить а именно пользоваться охотиться с ним поэтому плавно мы переходим в средний диапазон он будет наверное последним потому что ну как бы глубокий высокий ценовой диапазон лезть я не буду он в принципе также обширный и огромный как и средний диапазон я даже средний диапазон все затрагивать не буду выделю некоторые самые распространенные и самые ходовые винтовки безусловно есть множество еще других винтовок если даже вы выберете что-то из них ради бога главное чтобы были вы уверены в качестве что винтовка действительно стоит вашего внимания затрат как-то вот так вот я выделю пожалуй чес чесетки ну я как бы самые распространенные самые что везде есть их в любой силипо привезут и они будут адресы чес рем 700 уже в два раза дороже следующая градация идет это тико сапо то есть получается они как бы парами да такие две пары две дешевые модели относительно к этим винтовкам и две более дорогие если у вас есть средства то есть вы определили бюджет который подпадает под саку под тику в принципе если из них двух выбирать ну у меня не было ни то ни другое но я думаю что особой разницы в каком-то исполнении у них нет ну как в исполнении я имею ввиду если берем стандартные две винтовки потому что исполнение у этих четырех заявленных винтовок есть самые разнообразные тут уже как бы вы выбираете винтовку на свой вкус и по деньгам и цвет как хотите какое хотите исполнение у рема там куча всяких исполнений и так же и у чезов и у сака тик если выбирать исака и тика в принципе как хотите я бы взял наверное тику ну они они кардинально там вообще мало чем отличаются так что берите что нравится нравится название сака берите саку нравится тика берите тику вот и все если есть на это же деньги безусловно эти винтовки просто превосходны ни в коем случае вы не пожалеете о приобретении этих двух винтовок если говорить о чез и рем тоже очень близки по духу две винтовки они дешевле это самая как говорится самая дешевая градация именно именно в импортных средних ружьях чезетка поинтереснее укомплектована то есть она там уже есть у него шнеллер с магазином чем подкупает ремингтон своей простотой в нем нет ничего лишнего это хороший вариант для людей которые задумали тюнинговать не по детски тюнинговать оружие то есть создать для себя идеальную винтовку это будет шикарный выбор именно ремингтон 700 поддается тюнингу отлично ну проще всего да не то что да не все поддаются тюнингу ну и зримо можно сделать такую шикарную винтовку стволы в принципе неплохие ну как и у всех заявленных мною ну вот как то надеюсь я тут уж точно никого не зацепил не обидел я как бы рассказал именно о самых самых распространенных их ходовых винтовках ребята что вы купите из этих винтовок в принципе то и будет вас радовать самое главное взять винтовку не за косячную то есть внимательно осмотреть ствол фаски там всякие вот эти вот вообще исполнения не накосячили на заводе с этой винтовкой она должна соответствовать заявленной кучности заводом производителем вот это будет самое главное по выбору винтовки ну по болтовым винтовкам я думаю тоже все понятно понятно что скромно но я как бы сделал анализ именно из часто задаваемых вопросов мне ни разу не спрашивали там какую винтовку болтовую выбрать между Везерби и Винчестером вот такого ни разу не было то есть понятно что чаще всего задают именно вот эти вопросы именно о этих четырех винтовках поэтому я их как бы и выделил это раз и второе я уже говорил это то что это эти винтовки именно самые-самые распространенные они есть в любых магазинах где их только нету вот карабинах болтового типа все осталась самая узконаправленная каста переломки ярко можно выделить одну винтовку если говорить об одноствольных винтовках штуцерах наверное это штуцер все таки будет ИЖ-18ММ вот я думаю можно плотно поговорить только о нем реально посмотреть выбрать его опять сейчас нюансы по нему тоже как бы выдам ну еще так вскользь пробежимся по остальному ну и наверное мы на этом закончим значит ИЖ-18МН очень будет близок к болтовой винтовке но все равно это ружье одного выстрела тут если не попал то все извини применимо в принципе оно близко к болтовой винтовке но единственное что такое там знаете тут все понятно это ружье одного выстрела каким бы ты спецом не был ты не успеешь болтом ты быстрее передернешь затвор нежели ты вот эту вот штуку откроешь переломишь патроны еще там у них постоянно дожимать нужно скобу вот эту вот закрывающую запирающую механизм поэтому это также подойдет вдумчивый дальний выстрел винтовка неплохая очень легкая очень миниатюрная очень верткая поворотливая качество стволов на высоте там по системе манлихера их там куют или делают я не знаю но стволы достойные я даже слышал что Ижевск эти стволики отправляет куда-то за рубеж их там комплектуют какие-то тоже винтовки не знаю это слух это я не проверял поэтому довольно таки достойная винтовочка для охоты там на лисичку где-то пострелять по полям побродить где-то один разочек шарахнуть подкупает ее сверхлегкость я ее многократно держал в руках и в 223 исполнении и в 308 исполнении ну это игрушечка такая игрушечка конечно классные винтовки что говорить и самое главное что они дешевые вот и все единственное куда бы я с ней не пошел это в загон в загон ну не знаю может быть даже бы и на вышку не сел ну люди стреляют сидят опять же тема это такая всем пользуются люди всем стреляют и все довольны всем ну все равно тем не менее если и жачок вы присмотрели и область охот у вас подпадает под задачи можете смело взять но опять же выбирать сами понимаете у жевцев брака очень много к сожалению к сожалению к большому сожалению что тяпляпчики вот из штуцеров у нас только вот из дешевых штуцеров вот далее идут комбинашки комбинированные ружья это также узконаправленные ружья также оно считается ружьем одного выстрела как ни крути хоть там и два ствола один получается гладкий дробовой и другой нарезной там уже какой калибр вы выбрали есть российские ну их тоже опять же не хвалят хаят там две модификации их и также импортных тоже полно как бы ружье больше знаете я бы наверное сказал промысловое где-то где-то ты пошел на ужин рябчика стрельнул дробовым выстрелом и белки в глаз залепил шкурку добыл как-то вот такое применение я вижу я сталкивался с комбинашками у меня была комбинашка это еще считается браконьерским ружьем такое мнение есть но это сейчас очень дорого и очень дорого наказуемо браконьерство поэтому нам оно не надо и последнее это двуствольные штуцера это очень дорогущие ружья поэтому они нам точно не подходят среднему охотнику эти ружья очень дорогие и охоты для них тоже очень дорогие поэтому в них мы даже вникать не будем ну а в завершении хотелось бы подметить ни одно оружие не превзойдет опыт опытный охотник добудет зверя в любое время из любого вида оружия так что не зациклитесь на железе а повышайте свой навык охоты навык стрельбы надеюсь я понятно вам раскрыл свою мысль немножечко подвел вас к выбору вашей винтовки если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал после слове прежде чем залить этот ролик на youtube я дал своей супруге прослушать текст и задал вопрос ты что-нибудь поняла из этого она сказала я поняла да потом я еще один укол задал так какой карабин я куплю следующий а а а а